Всем добрый вечер. Мы ведем наш репортаж праздничный из Дишковицы, Закарпатской области, Украина, из общины Бенуахт в Дишковице. У нас традиционный урок, который мы проводим вследствие наших вопросов. Сегодня мы поговорим на тему, которая казалась бы очень далека от нас, но на самом деле она очень близка к нам. Люди очень часто путают разные понятия, как «нееврей», «гой», «поклонник», «ныноах», «гер» и все что угодно. И поэтому с этим возникает много вопросовых проблем. Официально урок, который я назвал, это вот есть такая проблема, как есть запрет продавать оружие неевреям. Гоя. Казалось бы, у нас тут никого нет, дилеров, которые оружие продают, ни патроны, ни ракеты. Казалось бы, от нас это очень далеко. Однако, у нас вот есть Миша Роман, дорогой, который ездит в Армению, в Азербайджан. И когда, значит, я, там недавно война была, может быть, и есть, я вот так вот подумал, а Израиль, что очень важно, если отметить, государство Израиль. Можно выключить, пожалуйста? Спасибо. Государство Израиль, оно, как ни странно, поддержало Азербайджан в этом конфликте. И, казалось бы, мусульманское государство, шиитское государство, почти как Иран, грани же в два с половиной в Шиите. Тем не менее, государство Израиль, вопреки ожидаемому, вместо того, чтобы вроде как поддержать Армению, государство Израиль поддержало Азербайджан. И возникли вопросы, как это, что это, а можно ли вообще продавать оружие, как это выглядит. Я подумал, едет наш Миша, дорогой Роман, его оставляют из-за белых, он говорит, да. Едет дальше, говорит, из-за красных, он говорит, да. А там у него в Сидур на Иврите написано, да, буквы, Кипа, да. А Израиль поддерживает одну сторону, да. И поэтому это проблема, это проблема. Да, и вообще, как это выглядит, что мы сегодня, мы, евреи, продаем оружие, мы должны быть примером другим, да. Мы должны быть светочем народов, а мы там оружие продаем. Поэтому, опираясь от этой темы, опираясь от другого Миши Романа, мы придем к определению, и мы видим, что есть очень-очень много разных типов людей, даже, которые не евреи. И это то, что я всегда говорю у Миши Балега, что Бнынох, наши общины шквицы, не Гоим, а не Бнынох. Мы увидим, что самый высокий уровень людей, которые не евреи, это Бнынох. Но начнем мы, начнем мы со статьи Раваширки, где он, опять-таки, уже начинает идти в эту тему. Значит, есть, есть в Талмуде очень интересное место, в том Бавакама, 38 Амбудалев, первая страница, написано «Сказал Равьосеф». «Сказал Равьосеф, встал он, Всевышний, и пошатнул землю, глянул и снял отдых с двусторона». Это цитата из пророка Хавакука. Есть в еврейской Библии в Танахе 12 малых пророков, малых не по росту, не по весу, а по текстам. Мало текста сохранилось. Большие пророки – это Исаия, Иеремия, Хеска, от них много текстов. Хавакук – один из малых пророков, так называемых, 3-6. Есть, важность абсолютно одинаковая. Он говорит, что встал Всевышний, пошатнул землю, увидел джерство народов, и что увидел, говорит Равьосеф? Увидел 7 заповедей, которые приняли на себя в длинных ног, приняли, но не исполняли. Приняли, но не исполняли. Видите, как здорово. Тогда встал он и снял эти обязательства с них. Всевышний снял обязательства в длинных ног. Если так, получается, что они выиграли от этого, а разве правильно, чтобы за грех давали награду? Как ситуация, когда за грех дают награду? Представьте, человек едет на машине, на грузовике, да? И вас, полицейский, нарушаем, выписывает штраф. А человек говорит, я не буду платить на этот штраф. И полицейский говорит, ну хорошо, тогда я тебя отменяю в штраф. Нормально? Так бывает? Так бывает, да. О, это то, что говорит Талмуд, да? Разве возможно за грех давать награду? Да, Всевышний положил, дал, обязал всем зарпорядную, аха? Народы сказали, что делать? Тогда он сказал, хорошо, тогда делайте, что хотите. Я ухожу в отставку, да? Это неправильно, так не бывает. Сказал сына Рава Рабаны. То есть это эритерический вопрос, да? Понятно, что за грех никого не поощряют, а ровно наоборот. Сказал сына Рава Рабаны. Можно сказать, что даже если бы они, народы, выполняли заповеди, не получили бы награды, теоретически, а почему нет? Ведь учили мы, что Рабимейр сказал, откуда мы знаем, что даже не еврей, который занимается Торой, подобен первосвященнику. Коэн Гадоле. Еще раз. Рабимейр, не еврей, который занимался Торой, подобен первосвященнику. И из того, что написано в Торе, Левит, 18, 5, исполняя законы, которыми будешь жив, обратите внимание, говорит Рабимейр, не сказано, занимающийся заповедями Торой, священник или еврей, сказано человеку. Отсюда ты учишь, даже и не еврей, который занимается Торой, подобен первосвященнику. Обратите внимание, мы сейчас это увидим дальше, не сказано Гой, не сказано поклонник, а сказано не еврей. Это все разные вещи. Сразу дам навек, когда в языке еврейском, на иврите, на иедуши, есть разные слова, одного и того же, это не одно и то же, это разные вещи. Поэтому не евреи, но хри, гой, и долопоклонник, дынох, это все разные вещи. Сейчас увидим. Их нужно не путать. Мы тут обсуждали, да, могут ли дынох учить Тору, и так далее, и так далее. Были вопросы соблюдать, сейчас увидим. Так вот, ответ, что да, ситуация такая, возможно, и более того, не еврей. Сейчас увидим, что такое определение не еврей. Это не тот, кто там переписывался в советском паспортном столе. Не еврей, как называть Сатурой, подобен первосвященнику, по мнению Талмуда. То есть он освящает имя Всевышнего. Можно было бы сказать, что разница в награде. Как известно, есть очень интересное правило к отогревателям Талмуда. Тот, кто не обязан исполняет, не получает такую же награду, кто обязан исполняет. Гадоль, митсувер, 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 митсувер. Обычно мы говорим, человек обязан, обязан, его закон обязан. Но человек, который не обязан делать добровольно, о, это круче. Говорит Талмуда, ничего подобного, ровно наоборот. Человек, который не обязан и делает, он доброволец. Сегодня встал с хорошей ноги, сделал добровольно, завтра со средней, а послезавтра с третьей ноги встал и не делает. А человек, который обязан и делает, встал с левой ноги, с правой, с третьей, с пятой, дождь, снег, мороз, зной, обязан и делает, это гораздо круче. Поэтому помысл наших мудрецов более велит тот, кто обязан и делает, чем тот, кто не обязан и делает. Речь идет про награду еврея, специфически. Тем не менее, мы видим, что есть награда тому, кто не обязан и делает. Сказал Раби Ханина, тот, кто обязан исполнять заповедь еврея, выше того, кто не обязан при этом ее исполнять. Есть больше награды. Хорошо. Из этого отрывка следует, что несмотря на многие нарушения, в общем и целом, человечество исполняет в целом, взагали, в целом исполняет всем заповедям ноах. Сейчас увидим, это называется моралью, которые были заповедом ноах близко к тому, что их требуется. Нет, точно, но близко к тексту, близко к оригиналу, свободному изложению, свободному пересказу. Однако, при этом отсутствует основа заповедей. Основа заповедей это обязанность, что Всевышний приказал евреям делать столько заповедей, столько. То есть, люди делают добровольно, это основа заповедей, а ее нет, они волонтаристские. С какой ноги встали, так и получилось. Желание исполнять требовали как мораль, а к ней как заповедь, что такое хорошо, что такое плохо. У каждого свое хорошо. Мне кажется, что морально ходить на футбол и там ругаться на команду противника. Это высокоморально, мне кажется. У меня мораль такая, я люблю свою команду, чужую ненавижу, и поехали. Другими словами, у каждого своя мораль. И вот это ситуация, при которой не обязан, но исполняет. То есть то, что сегодня мораль. В целом нужно быть хорошим человеком. И это подобная идея была в основе объяснения апостола Павла. Тут есть специалисты у нас по апостолам, по разным течениям христианства. То есть это вот апостол Павел, он первое отменил заповеди для неевреев. Субботу, кашу, обрезание и так далее. И что он сказал? Что если мы отменяем для неевреев заповеди, не будет наказания, но все равно есть обязанность морального поведения. В целом. Нужно быть моральным человеком. Это вот то, что сделало христианство. То есть про это говорит Хавакук, что оно Бог дал всем заповеди в обязательном порядке, оно их отвергло, но все равно близко к тексту, как-то там на добровольной основе вещи существуют. Отвергло, не отвергло одновременно. То, что называется правая рука приближает, левая отталкивает. Одновременно. Противоречие. Это вот то, что получилось. Против подобной точки зрения имеется в виду поступают. И вот это добровольное соблюдение, моральное, под крышей морали. Мы сказали, под крышей морали это проблема. В каждом поколении разная мораль. Мы видим мораль меняется даже сегодня. То, что раньше еще было 50 лет назад, не дай Бог, сегодня считается ну. Вот вам пример. Подумаешь. Свободные люди делают, что хотят. ответ нет. Против такой позиции выяснили мораль из Праги наш. Уйко Пражский, вот он его, так сказать, родственник духовный. Мораль, у морали есть очень много книг. Когда я учился, мы называли это «Голубой Талмуд», там голубая обложка была. Количество книг, как Талмуд, очень много. Сегодня уже красная обложка, я слышал, красный Талмуд нас, бордовая. В общем, он очень очень часто цитирует, называется Тефер от Исрея. Там он описывает вот такие вот концептуальные подходы, да, там комментарий на Тору, на Раши пишет, он более детально, а там в целом. И он пишет мораль следующую вещь. Что же делать не еврею? В 16 веке пишет, да, 16-18 веке. Что же делать не еврею, хочет восстановить свой статус, обязанно исполнять, который вышел из христианства и хочет вернуться в ситуацию, в которой пророк Хавакук, а Бог дал все заповеди, обязанно исполнять. То есть человек хочет награду получать, это легитимно, настоящую награду, не как дружинник, там доброволец вышел, а как настоящий человек, Бог сказал, он сделал, велик тот, кто делает, кого Бог обязал. Это настоящее величие. Итак, что же делать не еврею, который хочет восстановить свой статус, обязан исполнять и удостоится такой близости к Творцу, который достигается выполнением заповедей. Обратите внимание, он указывает на количество заповедей. Нет, вообще, сейчас увидим, сейчас увидим. Он, такой человек, должен пройти процедуру личного принятия на себя заповеди Бога перед Бедином из трех человек. Поэтому в Дейнуах тоже есть Бедин, принятие заповедей. Сейчас увидим, что число сейчас появится, цифра заповедей. Тут у нас сколько интересует. Итак, пишет Рамбом в законах царей 8-10, законы царей, 8 глава, 10-я Аллаха. Рамбом Маймонид, который жил на несколько сот лет раньше Мораля, это то, что он пишет. Мы говорили, что один из немногих авторитетов, который пишет про Бенуах и всех законах, это Рамбом, он пишет, что Бенуах должны принимать всем заповедей. Испешно видим, их там больше. Поэтому есть сегодня процедура декларации, немножко похоже на Гюр, но это не Гюр, когда есть три еврея, мы это делаем иногда, к нам приходят люди, и они становятся сертифицированными в Ненуах, подтвержденными, настоящими. И это действие в переводе человека из статуса не еврея, статус в Ненуах. Все слышали внимательно? Я повторяю, что говорит Моараль задолго до Бритула. Это действие принятия декларации переводит человека из статуса не еврея в статус Бенуах. Сейчас мы поймем, что это злоба статуса, однако отсюда видно, что не еврей и Бенуах это не то же самое. Уже заметно, правда? Если то же самое, никакого перехода нет. Моараль слово декларация использует. Моараль пишет Каббалат Митцвот. Мы сегодня называем латинским словом декларация. Пишет принятие заповедей. Мы латинские декларации иврите оцарат. Бенуах то же самое. Окей. Итак, Бенуах уже дорогой брат Миша не нееврей, а не выше. Сейчас мы поймем, кто там на какой полке лежит, сидит, в каком вагоне едет, в первом классе, на пласткарте сбоку едет. Сейчас увидим, сейчас увидим. Итак, и разница с ними, двумя статусами нееврей Бенуах она очень велика. Это мораль пишет, опять-таки напоминаю. В 16 веке. Еще секундочку. Нееврей не имеет права исполнять дополнительные заповеди помимо семи обязательных. Еще раз, нееврей не имеет права нельзя. Суд палками бил, по пяткам, не знаю, что. Больше, чем написано семь заповедей. Тогда как Бенуах имеет право исполнять все заповеди добровольно. Это я от себя даже тут слово не стоит. Однако имеет право исполнять шаббат, то, что все Равьосев спрашивал, может ли, может, может ли, чуть может. Это что я отвечал. Не так давно. Правда? Тут были люди, не дадутся врать. Итак, Бенуах имеет право исполнять все заповеди, как это приписано Голохой, еврейский Голохой, только у него будет другая награда, и это написано у Рамбама законы царей, 10 глава, Голоха 9.10, а также у Хафец Хаима, Хафец Хаим жил не так давно, в 50-е годы умер в Польше, в Бюро Аллаха параграф 304. То есть это не только мнение Рамбама, это мнение Хафец Хаима, что в Нейноах могут соблюдать больше заповедей, чем всем, и даже получать награду Зай. Помимо этого, что во времена, когда соблюдается 50-й год в Израиле, может считаться Гертов Шааб, а именно совместно Родензайл жить земной Зай. Есть еще один статус Гертов Шааб, который нам сейчас менее актуален, его не нужно путать, это человек, который может в Израиле, согласно Тории Талмуда, не в государстве Израиля, сегодня государственное, в государстве Израиля, идеальном, который по Торе, которого сегодня нет, и сегодня 50-го года нет, но если бы, когда вернется 50-й год, Бен Ноах, который принимает декларацию, он может быть Гертов Шааб. Еще раз, да, еще раз, мы видим, там есть несколько проблем, сейчас увидим, что полковникам нельзя жить в земле Израиля, мы сейчас увидим, что Талмуд говорит, нельзя им давать парковаться, сейчас увидим, что это значит, в любом случае, да-да-да, ну не машина, конечно, сейчас увидим, в любом случае, увидим, чтобы Ноах и Гертов Шааб, это тоже не то же самое, не важно объяснить, что когда есть разные, когда есть разные слова, это разные слова, это разные дефиниции, это разные понятия, это не то же самое, это очень важно, поэтому сколько слов, столько немнений, это ступени, мы их потом градуируем, потом разложим по полочкам, кто едет в первом классе, кто во втором, а кто там на велосипеде догоняет, да, в нашем поколении мы стали свидетелями того, как во многих народах возродилось желание приятности о заповеди и Бога в качестве обязанной исполнять, то есть быть настоящим, сертифицированным Бен-Нохом через приближение к народу Израиля, да, что мы сказали, даже если был 50-й год, такой человек был на ровне с Израилем, жил бы в Израиле, нет сомнения, что стимулом этого движения Аб-Ней-Нох является возвращение весь конверсион на свою землю, в создании своего государства, и поэтому параллельно с продвижением еврейской жизни в стране Израиля будет расти и шириться движение Аб-Ней-Нох. Окей, что мы из этого выучили? Что Нееврей, Бен-Нох и Гертуша это три разных статуса. Иб-Ней-Нох выше, чем Нееврей. Итак, а теперь вот урок по заявкам дорогого брата Миши Романа. Можно ли продавать оружие Гоям? Гоям, сейчас увидим, что это за слово, что оно означает. Здесь мы будем по-еврейски идти с классическими еврейскими путями. Первое, мы пойдем от противного, рассмотрим ситуацию, что вроде как нельзя. Сразу даю спойлер, лестница, что можно. Это будет в конце. А во-вторых, мы по пути, это тоже веверский способ изучения, изучим массу вещей, которые, казалось бы, не имеют отношения к делу, но нам они чрезвычайно интересны. Бен-Нох, идолопоклонник, Гой и так далее. Понятно, да? Поэтому тема, может быть, действительно у нас нет никого, кто тут дилер ракет, РПГ или там не знаю чего, и даже один человек только ездит от нашей общины в Армению и Азербайджан, но тем не менее, опять-таки, сейчас мы будем читать и поймем разницу между разными группами людей, как это описывает еврейская традиция. Итак, в Талмуде есть том, который называется Абуда Зара, идолопоклонство. Том высокий, толстый, достойный. Из него мы будем исходить. Итак, еще в Мишне до Талмуда есть делать массу коммерческих, сегодня говорят, торговых операций с идолопоклонниками. Сейчас мы видим, какие, и отсюда мы поймем, почему. Например, есть запрет продавать идолопоклоннику оружие, хищных животных, землю, поля и так далее. Запрет напрямую. Сейчас увидим не только это. Да, идолопоклонник с ним нельзя торговать. Сейчас увидим, там, может, как сказать, экстремально, может, мы хлеб не продавать, сейчас увидим. То есть, таким образом, наши отношения с идолопоклонниками, это не так просто, как нам бы хотелось. И так, как сегодня государство Израиль, как государство продает оружие, мы сказали, в Азербайджан, да и не только, то опять-таки возникает вопрос, можно ли это в целом продавать оружие, лишь на это умуд запрещают. Лишь на это умуд запрещают продавать оружие долопоклонникам. Сейчас видим, какое оружие, оборонительное, наступательное, почему? Да? С другой стороны, продажи оружия штука чрезвычайно прибыльная. Это не к тому, чтобы вы бросили свои занятия и бежали этим заниматься, а к тому, что, как правило, как правило, оружие продает государство, и это идет деньги в государство. то есть оно перераспределяет, помогает бедным, строит школы, больницы, плачет учителям и так далее. Таким образом, в каком-то плане все государство заинтересовано, чтобы его государство, Америка, Россия, Украина, Израиль, продавало оружие, тогда у нас будет больше таких маленьких или больших бумажечек в швейцарском банке, как у государства, да? То есть тут есть противоречие между тем, что мы хотим получить в конце концов и тем, что говорит Мишна, это лму, что нельзя продавать оружие. Окей, с места в карьер. Итак, Мишна, Авуда Зарайдова, поклонство, первая глава, седьмая Мишна. Я буду читать, и потом сразу переводить. Эн мух, Римляем, дубим, варет, веколь дававшияж, бунезы, клярабим, энбаним, имаем, бессилки, гордом, ицтадя, убима, бейн сымталат, убатэмир хатцов. Итак, не продают им, и два поклонника, медведей и львов и любую вещь, в которой есть опасность для многих. Агрессивных животных. Не продают им. Нельзя. Нельзя. Значит, и, но строят с ними силки. Силки – это такой, дворец для суда у нас, Юра Чапко наш, судья, промышленного дула Мастринополя, ему дворец строят, вместе, и два поклонника еврея, гордом, вместо человека казня, вместо казни, строят вместе, с дво поклонниками, и строят и стадион, стадион, говоря по-русски, атлетика, футбол, бима, возвышение, вон, книги царей, бома, это место, где идолам на возвышении что-то приносили. Проблема? Это все, еще раз, не строят. И так не продают хищных животных, львов и медведей, не строят с ними дворцы для суда, не строят виселицы, не строят стадионы, и не строят эти вот бомот. Высокие возвышенности, сейчас увидим, да, так как, почему, имя еврея будет вон еврей помог и долопоклонникам, построил возвышенность, на которой, там, не обязательно молю ходу, кому угодно, балу, ашторот, что-то принесли. Что же с ними, строят с долопоклонниками, с ними строят демусиот, и ботемир хацеот, с ним строят, мы бы сказали, частные, сауны и бассейны, и публичные бани, раньше не у каждого человека была вода с трубами дома. Это, да, строят с долопоклонниками, бани личные и общественные. Хорошо. Итак, значит, Талмуд сразу же на это, значит, место впрыгает и пытается выяснить, что имеется в виду, да, ведь вещи, которые нам запретили, есть опасность для жизни. Это регулирует, что нельзя продавать долопоклонникам оружие. Хорошо. И Талмуд говорит дальше, что даже вещи, из которых можно сделать оружие, например, металл, металлолом, металлические моты, тоже будет нельзя. Итак, Талмуд говорит, вот, Таня, еще учили, вы выбирайте, не продают им ни оружия и ни, как сказать, чехлы для меча, как бы это мы сказали по-русски, ножны. Сегодня у пистолета есть кабура, у пулемета есть масло и так далее, у автомата пулемета есть ремешок, у ракеты там вагон управления там в три раза больше самой ракеты, да, это все, как это говорится, аксессуары, не продают им оружие и аксессуары к оружию. Хорошо. И не продают им также, значит, Талмуды продают им разные цепи, которые, значит, заковывают пленных, которые заковывают чехси в тюрьме, как сказать, одним словом, кандалы, да, есть кандалы, причем разные, в Талмуды, есть кандалы для рук, для ног, и есть, значит, такая цепь, которую связывали всю цепочку людей, это все три разные вещи, все это им не продают, и кабели им не продают, серьезный кабель, не кабель для интернета с пластиковым, а серьезный кабель, металлический, которым, вот они людей связывают все эти бандиты, да, и неважный был поклонник или кутийцы, и кутийцы, это были люди, которые, значит, они фигурируют, да, значит, в книге царей, в конце, когда евреев выгнали после решения первого храма, и ассирийцы перевезли другие народы на место тех, кого выгнали, Сталин ничего не придумал, депортации, это первое делали ассирийцы, один народ увезли в Иран, а из Ирана привезли каких-то иранцев, и они сказали, нужно уважать Бога местности, в Самарии, где они жили, поэтому нужно, привезли своих богов-видов, одевременно поклонить с Ираном Богом, такой шутов, кооперация, кооператоры, и там, и сям, и в вашем, и нашим, и Бог, значит, на них послал львов, да, и они были врагами евреев, но был такой вот группа людей, которые, в кавычках, успешно совмещало и идолопоклонство, и веру Иранного Бога, человек, существо занимательное, может придумать любую схему, мы это уже обсуждали, да, поэтому, классический идолопоклонник, или неклассический, неважно, и то, и то, и не продают, учили, та, ну, раба нам, учили наши мудрецы, но мы хреблим трясим, мы шумрим, мы хреблим трясим, есть версия о Талмуде, ну, хорошо, наступательное оружие, говоря, с внешним языком, мы не будем им продавать, но защитительное можно, поэтому, говорит, Талмуд, им не продают щиты, ну, меч, понятно, нельзя продать, он и будет убивать, был поклонник, да, щит-то можно, щитом он не убьет, он только защищается, Талмуд, есть два мнения, они продают им, даже щиты им не продают, есть, говорят, продают им щиты, в итоге, там, побеждает мнение, на следующей станции, на 16, что продают им щиты, то есть, защитное оружие можно, это уже по Талмуду, уже, мы вывели, из запрета, все, защитительное оружие, вот, на Украине, была искусственная, летальное оружие, от американцев, нелетальное, просили, нелегальное, нелетальное, которое не убивает, защитное, защитное оружие, это сегодня ПВО, у нас стоят ракеты, а у нас такой, вагончик стоит, так, больше, чем этот дом, легкое движение руки, кнопочка, и ракета в воздухе взорвалась, противоракет, да, поэтому, все, что касается ПВО, антиракеты, это защитное оружие, это сегодняшние щиты, поэтому и называется, поэтому и называется, там, хэт, защитный щит, там, такой щит, всякой щит, вот уже мы видим, что Хамуда разрешает продавать защитительное оружие, щиты, на языке ТВО. Хорошо. Итак, почему же продавать им щиты? Ма и ТАМА, в чем смысл? Если смысл, значит, есть смысл, что человек, вопокойный, защищается щитом на войне, то есть, это ему помогает, пришел с войны, меч там, проиграл в карте, пропил, не знаю, потерял, но щитом позащищался, о, вернулся целым живым, пошел там идолу принести, не знаю чего, спасибо. Таким образом, мы все равно его поощрили, да, у поклонника. Тогда, говорит Толмуд, если так, тогда даже пшеницу и рожь ему нельзя продавать. Это ему помогает? Ему тогда вообще ничего, то есть, версия Толмуда, что его поклоннику ничего нельзя продавать, включая пшеницу и рожь. Фитовы Сараре, Амма, Рав, Ившар. Сказал, Рав, ну, невозможно, чек должен кушать, чек должен питаться, да, и ты тоже должен торговать, да, поэтому, опять-таки, базисные вещи, можно продать, вот, поклонник, еду. Хорошо, уже можно жить. Амма, Рав, Ада, Бар, Ава, Эль, Мухрим, Лай, Машиш, Йор, Шель, Базель. Сказал, Рав, Ада, Бар, Ава, не продает им металлолом, металлические мотики. Почему? Они у них оружие сделают, они вытащат из него меч, заточку. Логично? Правильно? Поэтому не только оружие готовое, но и компоненты, килограмм урана, да, всякие там, вон все эти там, не дай бог, все эти мотерриста там, нитрат там, аммоний, аммоний нитрат там, вон, как долбануло в Бейруте, да, более того, то же самое, есть по всей Европе, они там, раскладировали, все эти, разбойники-террористы, в Германии, есть там, везде, есть там, мужер, то все, все равно, как разоверется, как мало не покажется, не дай бог. Поэтому они продают не только готовое оружие, они продают, также и компоненты, которые приведут к готовому оружию. Хорошо? Иахи, афилу, мэрэвэхи цининами, да, значит, если так, да, значит, если мы компоненты, не продаем, тогда нужно идти дальше, и тогда мы не должны им продавать, это на арамейском, грабля, и, как сказать, мэрэ, кирка, кирка, да, значит, нельзя продать грабли и кирку, они из этого тоже там что-то смастерят, казалось бы, да, почти любую вещь нельзя продать, любое можно металлическое что-то, сварганить, да, но, аммарадзавин, бипаразалагинда, и сказал другой раввин, не, мы говорим про хороший металл, отличный металл, суперский металл, и этот металл тогда был из Индии, индийский металл, кто-то там его поставлял, экспортер был, поэтому обыкновенный металл, можно продавать, с него особо ничего не получится, а вот, первый класс металла, как из Индии, нельзя продавать, Талмуд заканчивает, а сейчас, в наше время, в наше время, это не в наше время, это в их время, только у Талмуда, 2000 лет назад, чуть меньше, уже во время Талмуда, мы, говорит, продаем, о, Талмуд нам сразу выдал ответ, что мы продаем, почему, сказал Раваш Раваш, это редактор Талмуда, он сформулировал Талмуд, как мы его сегодня имеем, один из последних, вот, мудрецов Талмуда, он похоронен на границе Израиля и Ливана, к сожалению, с неправильной стороны, и он сказал, почему мы продаем оружие, потому что персы, защищают нас, евреев, которые в Вавилоне живут, тоже персы, хороших там, 300 лет, а то и больше, сегодня у нас с персами проблемы, они у нас, у них с нами, мы ничего противника не имеем, а тогда персы защищали, поэтому, говорит Талмуд, мы продаем им, персам, любое оружие, и наступательные мечи, и защитительные щиты, и хлеб, и пшеницу, и рожь, и металл, и металлолом, и первого класса, и ржавчика. Хорошо. Теперь попытаемся понять, в чем же причина, почему, это поклонникам, изначально было, мы видим по музе, по факту, де-факто, отменяют запрет, в чем причина, что поклонникам нельзя многие вещи продавать. Рамбом Маймонид, пишет в комментарии на Мишну, что запрет на продажу оружия Гоя, обратите внимание, в легком движении в руки, у нас было сказано, и до поклонники, рамбом пишет Гоя. Что мы зато выучим? Что слово Гоя в Талмуде означает идолопоклонникам. Вот мы уже видим классическое определение, сейчас мы видим, он дальше будет идти, классическое определение, Гоя это идолопоклонникам. Нужно сразу сказать, что, как это часто бывает с многими словами, слова очень часто меняют свой смысл. Например, в Торе, Гоя это народ, и все, включая евреев, называются Гои, Миха-Моха, Миха-Моха к Исури, Гоя хат-барец. Кто, как Израиль, народ войска для народа. То есть, слово Гоя означало народ в Торе и у всех пророков. Однако, уже после пророка, в Талмудической эпоху и дальше, слово Гои стало означать идолопоклонник. Поэтому, где брат Миша? Днено Гоям? Нет, они не идолопоклонники. Поэтому, разошлись, как в море корабли. И поэтому, Рамбам пишет, все вот эти законы, про запрет это и это продавать, у него Гои есть Илхот Абдазара. Законы идолопоклонства. То есть, все вот эти вот, кого Талмуд называют идолопоклонник, и Рамбам называют Гои. И чтобы не подумали, что он случайно описался, он все эти законы про запрет это и это продавать, он вписывает в законы идолопоклонства. поэтому есть еще одно выражение в Талмуде, в Деках Вима Завод Акум, сокращение такое, служащие звездам и созвездием. Вот здесь, еще раз, мы уже поняли, что это не то же самое, но это почти то же самое, это определенный тип идолопоклонников. Таким образом, Гои или Акум на иврите идолопоклонник по-русски это оно, это то же самое. Здесь нужно сразу сказать еще одно доказательство в кавычках того, что я вам рассказываю. Вы, может быть, не слышали, но была такая цензура еврейских книжек. Цензуры были разные, самая тяжелая была христианская цензура Ватикана, католическая, делала инквизиция. Вообще, эта инквизиция не имела права трогать евре, называлась только христианами, но книжками и вела. И там были, как правило, евреи выкресты, как знаменитый Николас Донин, печально известный. Были иногда католические монахи, которых разнали еврит, но, как правило, это были выкресты евреи. Они много раз катали телеги на еврея, что Талмуда оскорбляет христиан. Доказательство вот написано и было поклонники. При внимательном чтении мы видим, что поклонники, понимали, что это поклонники, а не христиане. То есть, это написано до них. Как правило, речь идет про эти семь народов кнонейских. Как правило. Иногда можно понять, что это христиане, но, как правило, это не так. Поэтому, значит, цензура, она поначалу собирала Талмуда и сжигала его массово. Поэтому у нас сегодня по сей день часть томов Талмуда потеряны, некоторые есть в Ватикане, а не Хутаево. Вот тут наш, как есть в Москве. Русское национальное достояние, книги Равиношницора на Идыши, есть и вельские книги на иврите, Ватиканское национальное достояние. Оригинал книги Рамбом, Мишне Тура, с которым мы цитируем Ватикан. Можно увидеть, прийти, по стеклам уже. Потому что он случайно приехал туда, припарковался. Награбили. Разбойники. Так вот, было несколько знаменитых, печально знаменитых сжиганий Талмуда. Самое известное было в Париже. Рабейну там, присутствовал в 1261 или 13-м году. И сегодня он вправе нам оставил Шалису Фабеши, это такой пьютон где-то вочитали. В общем, значит, цензура поначалу сжигала книги, потом она как цензура стала вычеркивать. Есть книги и рукописные, печатные из раннего среднего века, я лично их видел, мой учитель их раввин выносил, такой старый том Талмуда, и там вычеркнуто одно слово или два, или три, или абзац. Поэтому есть сборник, он небольшой, который называется «Ашматота Талмуд». Вещи, которые цензура не пропустила, вырезала. И там они собраны, там есть несколько абзац, которые говорят про Иисуса и Зазарета, но их реально несколько, три, четыре. А в остальном, что там вычеркнуто? Или дало поклонник, или Гой. Это то, что мы сказали, что это одно и то же. Единственный раз, когда это одно и то же. То есть люди обижались не про себя. И поэтому очень часто в Талмуде слово «Акум», служащий звездным средством, записано вместо него слово «Гой». Дальше они это просекли. Это цензура, и стали словом «Гой» обижаться. Тогда уж совсем не смейтесь. Значит, евреи дальше пошли, стали вычеркивать, была самоцензура, евреи боялись. И, значит, вместо «Гой» стали писать «А нас, насильник?» Значит, звучит так. Двор, в котором живут евреи и насильники вместе. То есть там просто комедийные ситуации, когда если почитать насильники в полицию передать, что ты с ним живешь. Ответ. В оригинале стояли два поклонника. То есть люди живут мирно в одном дворе. Знаете, как там в Бухаре, раньше, как люди жили в Одессе, в Италии. Но стоит Двор, в котором живут евреи и насильники. Это следствие цензуры. Сегодня, опять-таки, есть издания Талмуда, которые вставляют обратно все эти вот вещи, когда цензура стерла. Есть такие. Но вообще-то вот этот вильнюсское издание Талмуда, братья Авреи и вдовы, значит, оно стало как бы главным. И там все эти вещи вырезаны. Поэтому у меня сегодня есть такая вот брошюра приложения, небольшая книга. Она лежит у меня на Талмуде. И там написано то, что вырезано. Если хочешь читать, нужно читать вместе. Вот так. Цензура. Так вот, мы видим из того, что и цензура вычеркивала, что Гой это идолопоклонник. То есть это, да, отрицательное слово, но оно не ко всем относится. Вот что нужно. Где Мишу? Оно не ко всем относится, это слово. Не ко всем я говорю. Хорошо? И Рамбом говорит. На несколько лет, на 800 лет раньше меня. Итак, Рамбом пишет так. Во-первых, значит, Рамбом пишет вот это комментарий на Мишну. Почему нельзя продавать оружие идолопоклонникам, а не нееверим? Потому что, чтобы не помогать им разрушать мир. То есть, цель человека созидать, создавать мир, строить дома, заводить семью, рожать детей, внуков, общины строить, синагоги строить, дороги проводить, больницы, школы. Это называется Бниат-Авлам. Строить мир. Это то, что вот в Иоаннской башне был, говорит, стройте мир. Владиславль сражайтесь, заселяйте землю, открывать новые города, новые деревни. Вон, в Израиле это происходит регулярно. Поэтому, а здесь продам оружия ровно наоборот уничтожаем. Значит, отсюда, теперь есть версия, что нельзя продавать долопоклонникам оружие, оно будет против евреев обращено. Это Талмуд говорит, да, они нам угрожают оружием. Он говорит, нет, они нас защищают, перцы. Однако, у Рамбома видно, что речь идет про более универсальную вещь, что в целом долопоклонникам нельзя продавать оружие. Потому что они вообще мир разрушают, не только против евреев. То есть, долопоклонники разрушают мир. Очень интересная мысль. Хорошо. И дальше пишет Рамбом, значит, и также пишет Меири, Ридба, значит, евреи вот из-за этой цензуры имели споры с христианами, их заставляли спорить. Это так называемые споры за веру. Сразу вам скажу, так как у нас есть напряженность с людьми христианских разных любвей, споры за веру штука плохая. Споры за веру приводят к кровополитию и к ненависти. Сегодня, слава Богу, в западном мире споров за веру нет. По другой причине. Люди потеряли веру, им это неинтересно. Они сегодня верят в права человека, в шоппинге, не знаю во что, в деньги. Но раньше, когда людям это было важно, в Европе, в Западной, были споры за веру. Ивреи остались спорить с христианами, с целью крестить их, конечно. И евреи пытались отмазаться, избежать как можно, но иногда не получалось. Так вот, был даже первый спор, значит, были процессы против Талмуда. Талмуд судили, книгу, где говорили, вот, Талмуд про христиан, говорит, он не говорит. И Талмуд проиграл, сожгли. Был первый спор, значит, в 12 веке, в 1142 году, это были чести раввина, рабин и ухиэль. Талмуды, раввины проиграли, Талмуд сожгли. И отмазывал их, потом, вот, в Мире, рабинахи Мире, он жил в Перпиньяне, это в Провансе, в Марселе. И он, значит, писал, что под Гой, понимается, те древние семь народов, что сегодня их нет, было поклонники. Пытался так, ну, не поверили, не восприняли. И поэтому, вот, Мире, он много занимался этой проблемой. И также, Ритба, он был раввин Севилье, в раннем Севилье, тоже, 1200-1300-е годы. И они пишут то же самое, что Рамбам. Да, что мы считаем, да, что идолопоклонство это плохо, да, и им нельзя продвижать, потому что разрешают мир. Но не все люди сегодня идолопоклонники. Это очень важная мысль. Поэтому всех огульно только мы, а остальные идолопоклонники это чепуха. Да, только мы белые, пушистые, остальные все черные, это чепуха. И вот, и почему Рамбам пишет дальше, что у идолопоклонников есть жестокость и наглость. То есть одна из их характеристик идолопоклонников – жестокость и наглость. Но не так потомство в Рамбам. Потомство в Рамбам я напоминаю, включает Арабов. Да, то есть какие-то там другие качества. Это опять-таки Рамбам, вот эти вот законы идолопоклонников, 9 глава, 8 Аллаха. И также в других местах Рамбам пишет «В законах пройдет поклонство». Вот это 9 глава, которую мы сейчас цитировали, что нельзя продавать оружие перед слепым «не дай преграду». Что и два поклонники жестокие, грубые, наглые, дашь им оружие, он пойдет автоматически. Это его природа такая. Поэтому нельзя им продавать оружие. В отличие от Рамбама, Райвет, он на него, как сказать, критику написал несколько соток лет спустя, он сидел на его кресле в Египте, был главным в стране Египта. Он пишет, что мы, если только опасаемся, что поклонники противевремя это оружие обратят, тогда нельзя продавать. А если там и два поклонника, не знаю где, на другом конце света, никаких проблем, можно даже им туда даже продать оружие. То есть он еще более сокращает этот вот коридор, что можно, что нельзя. Хорошо. И еще одна проблема, которую объясняет Райвет, это вот почему нельзя строить с дубковниками вот эти все вещи, которые почитали из Дании. Стадион, стадион, там раньше были такие тоже культы, культовые, перед там гладиаторами, сначала они там морились, сталили скульптуром и носили как-то декларацию свою и так далее. Римляне хотели в Иерусалимский храм, хотели, поставили скульптуру одного из императора. То есть все эти места, если евреи строят их, то его имя евреев, имя евреев, что они дали руку и долл поклонств. Поэтому нельзя. Не потому, что сам факт, с оружием проблема самого факта, оно уничтожает мир. А строительными вещами имя евреев будет замешано в долл поклонствах. Хорошо. Итак, мы видим, что по мнению решением это ранние мудрецы раннего средневеков еврейские, что есть проблема продажи оружия и долл поклонникам, они же гои. Есть проблема. И тем не менее, есть другие мнения, которые говорят, что даже им, этим вот долл поклонникам, можно продавать оружие. Досфот, это более поздний комментатор и долл поклонникам, они пишут, что можно продавать поклонникам, почему? Потому что они нас охраняют. Милиция, полиция, армия, они сохраняют на немецкий орден порядок общественный, поэтому они может частным образом и даже коллективно-национальным и долл поклонники, но тем не менее, они охраняют порядок и в качестве в частности порядка охраняют и нас. Это то, что он говорит, персы нас охраняют. Персы оригинальные были поклонниками. Знаете, как у них была религия? Зарастризм. Так говорил Зарастра. У них же книга есть такая. У них, знаете, как священники назывались? Маги. Огню поклонялись и так далее. Ислам позже пришел. Сегодня в Иране есть Зарастрийцы. У них там квота в парламенте у них есть, как у евреев, у армян-христиан. А еще остались оригинальные персидские долл поклонники. Соль земли иранская. Сегодня они мусульмане. Но в общем классический, нужно понимать, персы нас охраняют, это персы долл поклонники, которые огню поклоняются. Как они поклоняются огню? Ну, чувак, город. У них там есть два огня, плохой и хороший, дуализм такой. Ребенок, когда рождался, они его проводят между двух и дней. Символически, но проводят. Они из Германии, в Америке сегодня. Религия такая. Идов, поклоняются, их видал огонь. И это есть сегодня. Так вот, проникли то, что несмотря на это, мы все равно разрешаем продавать им оружие. Хорошо. Да, как говорит Палмут, Лепарсай, Демигну и Лавун. Персам можно продавать оружие, потому что они нас защищают. Если персам, то остальным можно. Какая разница? Да, любым им долл поклонникам. Хорошо. И поэтому то же самое и сегодня, когда евреи в диаспоре охраняются общим законом, а государство Израиль, оно дружит с самыми разными государствами. Итак, Меири, вот этот, нахи Меири из Прованса, он расширяет вот этот вот смысл, да, значит, почему мы помогаем людям, которые нас защищают, даже они долл поклонникам, даже они долл поклонникам. Почему? Потому что эти люди могут сделать чуву, евреи, долл поклонники, кто-то спрашивает, под чуву не евреев. Это Меири пишет, отвечает на вопрос. В XIV веке Меири пишет, да, что они могут сделать чуву, и поэтому у нас есть моральная обязанность относительно поклонников. Не уговаривать их там, бросай, пошли, это споры за веру, а под демностями нормальный человеческий контакт, и глядишь, они со временем раскаются, делают чуву. Так пишет Меири. Есть еще, опять-таки, возможность, которую мы видели, это вот продавать только защитное оружие. Это прямо Талмуд говорит напрямую, что мы продаем им мечи. Значит, дальше там Талмуд разбирает, а они, значит, когда проигрывают войну поклонники, они мечи кидают, с ним тяжело бежать, а щит оставляют и с ним убегают. И потом там они щитами дерутся. Но Горьи Талмуд это, так сказать, не очень спостренную ситуацию. Обычно человек, когда бежит, все кидает, или он выигрывает войну. В любом случае, в любом случае, опять-таки, основная идея, почему нельзя продавать оружие поклоннику, это, опять-таки, вот это опасность разрешения мира и убийства. Не случайно Рамбам второй структурный закон пишет в законах убийцы. Тоже самое. Хорошо. Итак, теперь посмотрим дальше. Опять-таки, что есть понятие, возможно, написание Талмуда, что также, и это пишет комментариев, в том, что там сверху этого листа 15-го, там фигури клести разбойники. То есть можно понять, что разбойникам нельзя оружие продавать. Разбойники, говоря сегодняшним языком, это террористы, когда ты не знаешь, против кого это будет обращено. Поэтому, опять-таки, люди, самые низшие духовно, это разбойники. Теперь разбойники бывают двух видов, согласно Талмуда. Первые просто уголовники, которые там что-то отбирают, да, в лесу там, да, человек проходит, они у него кошелек с деньгами забирают. Это первый вариант, отпускают человека. Второй вариант разбойников, это которые не боятся убивать. То есть проливающие кровь разбойники, то есть самые, как сказать, разбойные разбойники, отпетые, оторванные разбойники, ну, в общем, согласно этому мнению, опять-таки, сегодня, так как в мире есть определенный порядок, и большинство государств не ведут себя как разбойники, есть санкции, наказания и так далее, большинство стран в мире, они нормативные, даже если там не всегда демократия, еще раз демократия относится со страны, да, поэтому большинству стран, да, которые ответственны, можно продавать оружие сегодня, и неважно во что они верят, в огонь или в шопинг. Поэтому, скажем, если возьмем за такое теоретическое государство Швеции, оно не будет просто так там в кого-то ракетами пулять, да, и посылать там разбойников, не знаю чего, и поэтому на государства, которые называют теоретические, разбойничьи, на них санкции, что им не продавать оружие, именно поэтому, что только доказывает, что есть даже над сегодняшними разбойниками, разбойничьими государствами, если они полные, то определенный контроль. И вот, опять-таки, нам здесь интересно понять систему Минахима Мири, потому что он также заложил много из того, как евре относятся к христианам, и это другая тема, но близко. Итак, он пишет так, и кто у нас такие, как мы сказали, идолопоклонники? Итак, Мири, для следующей определения, кто такой идолопоклонник? Он пишет, что эти идолопоклонники, они ни под какой религией в мире, даже идолопоклонники, есть какие-то границы. А у этих, возможно, у разбойников, нет никаких границ, и о них нет страха Божьего. Поэтому классический идолопоклонник, это не тот, кто планирует с огнем, это тоже, это уже техника. Классический идолопоклонник, это тот, у кого нет страха Божьего. Перевод, который не боится убить. Вот эти вот разбойники, которые не боятся пролить чужую кровь, они, они и разбойники, и они, они идолопоклонники. Потому что в Торе написано, не проливайте кровь, потому что иначе я пролью вашу кровь. Душа человека в крови. Итак, поэтому если мы найдем два поклонника, Гоя, у которых есть боязнь Бога, своего, неправильного, зарастры, они уже выходят из вот этой вот категории самых связанных долопоклонников, да, тех вот разбойников, которыми боятся кровь проливать. То есть они, может быть, технически, да, долопоклонники, но у них есть какие-то границы. Они боятся своего Бога или своих Богов. Мы увидим, что в долопоклоннике тоже, как во всем, есть много уровней, много ступеней. Это то, что нам хочется сказать в мире. Хорошо. Есть еще одна вещь, которую нужно сказать, что есть мнение, и оно опять-таки широко сегодня к многим христианам. Сейчас объясню, что человек, есть мнение, во-первых, в Талмуде, что долопоклонства в ней земли Израиля не существует. Есть такое мнение, да, что царь говорит, вышел за границу, как будто чужим богам, служил идолам. Да, из чего значит есть мнение, что только эти семь народов финанских, они, они были идолопоклонниками в самом плохом смысле слова. Они боялись убивать, провали кровь, совершали все нужные грехи. А люди за границей, вон персы, которые к ним поклоняются, это уже не то. Это тоже долопоклонство, но не такое плохое, скажем так, не такое оторванное. У них тоже есть граница, они просто их не убивают. Так вот, Мире пишет, и это применяет сегодня ко многим людям, к сожалению, к евреям тоже, что обычай их отцов в их руках. Что это такое? Это значит, что человек религиозен социально, но по-настоящему в бога не верит. И сегодня таких людей, к сожалению, в западном мире большинство. В западном мире. Не в восточном, в Америке, в Западную Европу. Ну, приведу простой пример. Я, когда был студент, экскурсии делал, рассказывал по Израилю, возил в Мертвом море, и вот приходит группа таких вот западников, итальянцев. Ну, пара, ну, скажем так, мало одета. И мужчины, и женщины. Сильно не одеты. В Израиле тепло, я понимаю, но тем не менее. Я спрашиваю, вы кто? По религии. Они говорили, мы, как задумывали, христиане. Я говорю, что точно? Так одеты, да. Я говорю, ну, в церковь ходите? Они говорят, нет, конечно. Я говорю, а как вы не ходите в церковь, а вы христиане? Ну, у нас родители, бабушки, стали мне что-то там плесть. И это то, что вы сказали. То есть, это люди, которые социально христиане, они не христиане на самом деле. То есть, люди, которые выросли в этой среде, он не вырос среди мусульман. Не можно сказать, что мусульман, он вообще про это ничего не знает. Он не вырос среди евреев, он не евреев, он вырос среди христиан. Может, у кого-то сегодня в Италии, во Франции, там, бабушка в селе ходит церковь. Быть может. Это вот ситуация. Тем не менее, миллионы людей, может быть, миллиард, во всем мире говорят, что они христиане. Не потому, что они все в воскресенье пошли, там, верят во что-то и что-то практикуют. Все подобное. Они выросли в таких семьях, уже их родители, может быть, и бабушки, и дедушки уже. Это называется социальное христианство. К сожалению, если такое еврейство, да, человек вырос среди евреев, он не может сказать, что он христианин. В синагогу он не ходит. Но он говорит, я еврей. И мусульман таких очень мало. У них такого нет, как правило. Только вот те, кто эмигрирует на Запад и там живут долго, они, быть может, их дети немножко ставят что-то похожее. Поэтому это очень важная дефиниция, очень важное определение. Обычай их отцов в их руках. Это не потому, что они делают, потому что они что-то верят. Они привыкли. Они ни во что не верят. Они никуда не ходят. Но если их спросишь, они тебе скажут, мы там христиане. Такие люди, понятно нам, по-настоящему, к религии не имеют никакого отношения. Это все просто. И это причина, по которой сегодня в западном мире церкви пустуют. Сегодня в Германии продадут вам или мне почти любую церковь. Но по-моему, серьезно? Нам иногда предлагают, иногда покупают. У меня есть одна община, нам просто подарили церковь. Там Равина там был, Равина 900 лет назад, нам подарили церковь, и все это как синагога. А мне туда никто не ходил. Там стекла были в центре города. Лучше, чтобы кто-то ходил, чем вообще никто. Вот он весь сказ. Дальше. Дальше. Мире дает еще одно определение. Гдуримби, Даркей, Датуэм. Люди, которые ограничены заборами своих религий. Это уже люди, которые, может быть, чуточку более религиозны, которые, может быть, тоже не ходят в церковь, но они знают, что есть вот определенные запреты. Не убей, не укради, соблюдай законы, быть моральным человеком. Да, то есть у них есть некие заборы, некие ограничения. То есть они социально относятся к своей религии, то есть почти не соблюдают, но что-то вот очень плохое избирательное они, да, соблюдают. Они не делают. Они не нарушают там закон, они переходят дорогу только на зеленый свет, они налоговое управление пишут ровно, сколько нужно, ни меньше, ни больше, да, вот ровно такие вот, потому что вот так нужно, нужно быть хорошим человеком, морально, да. Хорошо. Дальше. и поэтому, опять-таки, то есть тут есть определенное продвижение, да, то есть человек, он не отброс общества, не разбойник, не поклонник, он, для него же хоть какие-то нет есть, какие-то красные линии есть. Понятно, что это другая категория. Дальше. поэтому, если мы возьмем систему мира, а судя по всему, из узким, из аллогических авторитетов, мы видим, что со временем систему мира они взяли, и она, видимо, стала главной в нашем отношении и к идолопоклонникам, и к людям разных других религий, то опять-таки мы по-разному относимся к человеку, который ходит в церковь каждое воскресенье, или который посвободнее. Это разные люди, и наше и аллогическое определенное этих людей будет тоже разным. Хорошо. Есть отдельный и очень интересный запрет для идолопоклонников, именно не давать парковку в земле Израиля. Что здесь не давать парковку? Не машину, грузовик, легковушку припарковаться, а не сегодня на 3-тихан я это парковка, что ложикорно. Не давать им покупать землю, землю, поля и так далее, и так далее. Есть такой запрет именно для поклонников. Именно для поклонников еще раз. Не для неевреев. Мы уже сказали, что это разные вещи. Хотя нам кажется одинаково. И опять-таки запрет Тевтори, он запрет нееврей. Нееврей, который не дал поклонник, который обычая его отцов в его руках, его отец никуда не ходил, и он никуда не ходит. На футбол ходит, в шоппинг ходит. Это что ты говорил, что это люди не атеисты. Я говорил, что они называются правильные агностики, и они продолжают то, что их не делали. Ничего. Это неевреи, которые не дал поклонники. Понятно, что они выше этих идол поклонников, работающих на созвездия, служащие огню, и так далее, и так далее. Вот уже еще обнаружили одну группу. Поэтому есть интересный спор в Аллахе. Значит, Бах, Байт-Хадаш пишет, что если нееврей не дал поклонник, то ему да, можно припарковаться в Израиле, купить землю там, построить тибут свой личный. Потому что он не дал поклонник. То есть проблема не с национальностью религии человека, проблема имелся дал поклонство. Что опять-таки это люди, которые жестокие, которые грубые, которые уничтожают мир. Даже не говорим, что их вера неправильная. Про это даже никто и не говорит. Это само собой. В том, что такие люди разрушают мир. Не только свой внутренний духовный мир, а мир окружающий. И с этим главная проблема. Вот. поэтому опять-таки есть некое разногласие. Значит, Бах пишет, что можно продать землю в Израиле, не еврею, который не дал поклонник. Опять-таки, часть авторитетов пошла вот за Радейну Тамом, который запрещает, а часть пошла за Бахом. И поэтому это вот согласно мнению Баха, например, можно мусульманам продать что-то земельное в Израиле, потому что они не дадут поклонники. Мы не говорим, что они евреи, наши друзья, может быть, наши друзья, но мусульмане не дадут поклонники. Соответственно, по мнению Баха, можно продать им парковку, чтобы там поле выращивали, кукурузу себе. Хорошо. Теперь, значит, опять-таки, тут есть параллели, то есть, я сокращаю, есть параллели вот между вот этим вот законом продажи оружия и линии продажи и запрета на парковку, на продажу земли в Израиле и два поклонника. Это очень параллельные законы, хотя, опять-таки, они стоят в разных местах. Значит, и мы видим, опять-таки, есть, меня не уже позднее характери, это как Адеры, значит, Рафтеумим, значит, он пишет, что если этот запрет не продавать землю в Израиле, он, чтобы мы ей владели, а не они. То есть там то, что запрещает, значит, Талмуд дальше, это когда гримляне выгнали евреев, их было мало, не евреев было много, и, естественно, нужно было позаботиться о том, чтобы мы эту землю наследовали. Значит, поэтому, чтобы нас было больше, чтобы мы владели. А если их меньше, это опять-таки, по мнению Баха, даже пишет, то можно. В любом случае, в любом случае, Раввадья Иосеф, современный Раввадь, да, в основной памяти праведника, недавно умер, пару лет назад, и он пишет, он идет, по мнению Баха, да, значит, и он пишет, что, и по мнению Баха, кстати, есть мнение, что Шханрух пошел, что можно, вот таким вот, как мусульманам, даже продать землю. Хорошо. Значит, там есть еще один запрет продавать идолопоклонникам животных, крупных, типа коров, но там совершенно другая причина. Значит, причина в следующем, там из текста видно, что это проходит в пятницу вечером, не вы захочет драйв-тест, да, посмотреть, как бы их пашет, как корова молоко дает, он там проедет с ней пару километров, плохо вернет, уже Шаббат, если захочет отменить сделку. Поэтому этот запрет на продажу там определенных животных, не львов и медведей, а то, что называется баймагаса, животных с толстой кожей, как корова, как бык, там причина вообще законной субботы, там не причина, что человек идолопоклонник. Хорошо. Значит, поэтому, поэтому, значит, вывод относительно продажи оружия, он следующий, что на самом деле сегодня вопрос продажи оружия вообще вопрос не религиозный, вопрос социально-политический. Другими словами, это не вопрос раввина, вопрос экспертов. Есть эксперты в Мстерстве обороны, там, кто-то понимает в танках, в ракетах. Теперь я опять-таки напоминаю, оружие сегодня стоит очень дорого. Сегодня танк стоит миллион евро. Раньше у немцев были тигры, сегодня леопарды. Сегодня немцы будут леопарды. Леопард один стоит от миллиона начальная цена. Самолет хороший, боевой, вот эти, вот F-35 американские, уже не миллион стоит, а миллиард долларов. Известно, когда покупает 35 штук, 35 миллиардов. То есть мы говорим про огромные деньги, соответственно, когда государство что-то продает, оно много прибыли имеет, оно может помочь своим гражданам. Поэтому, поэтому, опять-таки, вывод усепист очень простой, что этот вот запрет на продажу оружия и неевреям, и гоям, и долопоклонникам, опять-таки, это сегодня вопрос политический, социальный, экономический, потому что есть достаточно религиозных разрешений, которые позволяют нам продавать оружие, даже персам, поклонящимся огнем. И теперь выводы. Самое главное. Что мы с всей этой истории получили? Я себе записал следующую классификацию. Итак, какие у нас группы невреев есть? Самый ниже, пятый уровень, это листим, разбойники, террористы. Они не просят, поклонники, они боятся провести кровь, они убийцы, террористы. Ни себя, ни других. Классическое определение. Самый низший уровень, это идолопоклонники, разбойники, террористы. Это их идеология, это их вера. Четвертый уровень, это классический Акум, в Декхе он назвал классические идолопоклонники, поклонящиеся огню. Это то, что называется словом Гой. классический был поклонник такой. Опять-таки, где они есть, на Востоке приносят там, на подносах статуи Буди, там, вино, цветы и так далее. Шаман и Маламеевский. Да, 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 да. Это категория номер четыре, Гой, он же Акум. Еще раз, Гой это запоклонник. Сегодня считаем так-таки, в фомырическом понимании вида. Следующая группа номер три, это Нухри не еврей, который агностик, который папа никуда не ходил и он никуда не ходит. И, соответственно, его ребенок максимум в торговый центр пойдет. То есть, еще раз, он не за кого, он не против кого, он живет как живет, он не задумывается о смысле жизни, он же по принципу ешь и пей завтра умрем, поэтому нужен самый новый мобильник последний, новая машина. Люди думают о материальном и думают о духовном. Еще раз, этот Нухри, этот не еврей, он не самый отрицательный персонаж, он может не идеален, но он явно выше два поклонников, согласны? Это то, что называется дела их отцов в их руках. Никакие дела. Следующая группа я записал, номер два, это вот люди не евреи знайнулах, которые соблюдают какие-то вещи из-за морали. Это то, что мы сказали, да, то, что Павел отменил обязательные вещи, это моральные люди. Это оно и есть, мораль и руковод и рациональность у каждого нашего рационала. Другими словами, это не религиозные люди сегодня, они не атеиста не агностики, они тоже не занимаются. Нужно быть моральным человеком, ходить на зеленый свет, помогать парушкам переходить дорогу, не мусорить, если кидать мусор в урну, помогать несчастным тюленям, не знаю где, и жирафам в Арктиде. В общем, это люди, которые помогают всем, кому угодно, потому что морально, нужно быть хорошим человеком. Еще раз, это не евреи, они попадают в постфактум, не изначально, в постфактум, вот понятие Абдиенуах, но опять-таки их ресурс, их мотивация, это разум, рационал, мораль. Понятно, что в разных странах, азапоклиниях разная мораль? Он в спарте там слабых детей из-за рационала скидывали и так далее. А сегодня мы заботимся на цисты, инвалиды уничтожали и так далее. И первый уровень это Бнейноах. Мы с вами учили, я не буду повторяться, что Бнейноах это цедекей умо-тау-лам. Кто сказал, проводи всех, мы с вами учили, я зачитал его респонсу. Поэтому Бнейноах сертифицированы, декларированы, они праведники народов мира, каждый со своим, которые могут принимать на себя больше заповедей, чем всем, могут изучать Йорре-Йорре, могут изучать Шульханорух, могут брать даже заповеди и получать награду не такую как евре, но что-то там будет. Окей, здесь мы остановились, что не евреях, а кто дальше? У нас идет и следующий уровень? Этот. Не, вы снова торопитесь. Видите, какое черное дело? Правильно. Следующий уровень это Герр. Что значит? Герр в настоящее время, человек, который проходит Геюрр. Человек, который прошедший год, уже еврей. Геюрр. следующий уровень будет это Герр. Человек проходящий Геюр в настоящее время, это может быть долгий процесс, может быть не один год. Следующий уровень это Израиль, это еврей. Потом Леви, Коэн, царь, пророк. Я согласен, я согласен. Как я вам распространяю? Поэтому, опять-таки, вот мы получили некую ну не картину мира, но кто в каком ситуации, в каком статусе находится. И опять-таки поэтому попрошу не путать в ННОах настоящие это праведники народов. Это очень высокий духовный статус. Между нами даже и моральные неевреи это неплохой духовный статус. Это не так плохо там спасать животных. Просто нужно еще о человеке позаботиться. Поэтому, опять-таки, у каждого есть свой духовный уровень от самого низкого до самого высокого. И поэтому знайте, что вот ННОах это праведники народов мира. И они не гои, они не не евреи, они не евреи, это нормально. Есть петиция, которую подписывают раввины и другие люди против оружия Азербайджану. Равьон Левин именно на уроках своих тоже говорит о том, что это неправильно. Равьона топит за Армению. Это нормально. Значит, еще раз, опять-таки, нужно опять-таки понимать, что Таня Горобей Сум сказала, что есть раввины, которые против продажи оружия. Я объясню, в чем смысл. Значит, смысл он в том, что опять-таки такие раввины, они говорят, что мы должны быть светочем для других народов и нужно вообще никому не продавать оружие. В этом смысле. То есть сразу по Исай. Ор-Легуин. Теперь, еще раз, я не сказал, что это можно делать, я сказал, что это нужно делать, продавать оружие, я сказал, что это можно делать. Мы нашли разрешение, почему, что есть достаточно мотивов продавать оружие. Так как мы сказали, что это вопрос политических, международных отношений, то есть правительство, отдельные даже люди предсто решили, что они вот продают оружие за Ирбажан. Я могу быть с этим согласен, я могу быть не согласен, но опять-таки, это вопрос экспертов. Но опять-таки, еще раз, несомненно, несомненно, мы это описывали в нашем чате, несомненно, в идеале, что перекрыт свои мечи на орала. Поэтому, говорим, Мессия, мой взгляд, придет, и поэтому мы говорим, что настоящий Мессия прекращает все войны, а не начинает религиозные войны между этими и этими. Это вот, почему мы не христиане. Поэтому, опять-таки, несомненно, то есть, Равьон, он хочет сразу идеала. Мунтикай, кстати, я тоже хотел, большой идеалист. Поэтому, это вот некая попытка сразу достичь максимума. Это легитимно. Опять-таки, это не в наших руках, поэтому можно подписывать петиции или не подписывать, потому что, кто их почитает и послушается ли. Но, опять-таки, это попытка сразу достичь самого максимального уровня, быть примером другим, пока, несомненно, мы не пример другим и продаем оружие. Это, конечно же, имеет свои моральные, мы говорили про мораль, но каждого мораль, опять-таки, разная. Можно сказать, вот, тех, кто топит за продажу оружия Азербайджана, таких тоже есть, все немало. Например, там Израиль открыл воздушный мост, Йом-Кипур там летала, их самолеты прилетали, как Израиль, Йом-Кипур получал воздушный мост Америки, Азербайджан получил оружие в Йом-Кипур из Израиля, они говорят, Армения голосует против нас, в ООН, а эти воздерживаются. Мы сказали, в момент, когда мы идем на рационал, есть много рационалов, есть много, можно и так, и эдак, поэтому мы сказали, вопрос продажи оружия сегодня, вопрос рациональный, политический, экспертный. То есть, не потому, это признан, не потому, что народы исправились, а потому, что шкурный интерес. Потому что, да, государство зарабатывает деньги, раздает свои граждан. Да, нужно жить. Да, он же говорит, может не будем продавать под поклонникам, что нет, все рожь, тогда что будут еврейские хлохозники делать, хибуцники. Он говорит, нет, это невозможно. Талмуд. Ну, там он говорит о том, что это, ну, как, несправедливая война, и гибнут мирные жители. Он считает, Равьона, еще раз, с точки зрения справедливости, как он ее понимает, что это несправедливо. А есть другие уровни, которые я знаю, которые топят за предможные стороны, то, что сказалось, знаешь, бедный Миша, ты за белых, да, и за белых, ты за красных, и за красных. Что есть рационалы там, и там. Еще раз, у каждой стороны можно понять, у каждой стороны есть своя справедливость. Да, и поэтому придет Мессия, праведный, который будет по-настоящему, настоящую справедливость установит. А Сангедрин, вот как раз, разрешал царю начинать войну, или заканчивать войну, продавать оружие, не продавать оружие. Это вот то, что сегодня не существует, да. В таком случае, если Израиль считает нужным и возможным продавать оружие, прочим народам считает, что он нужным и возможным продавать Тору. Продвивать Тору? Да, да. Продвигать, когда мы поменяем слово, что мы не можем сказать. Продвигать Тору, как государство. Этим же народам, да, этим народам, которые не исправились, идолопоконники. Представляется, что сегодня это частная инициатива. Смотрите, в государстве Израиль есть там равенат, в Минске по-настоящему, есть частые равенаты, они продвигают. Есть другие государства, которые экспортируют свою Тору. Например, мы приходим в Германию на разные... У меня, Равзаик, пропало, только у меня? Нет, у меня тоже пропало. Ну, этого не значит интернет. А, наверное, лимит закончится. Либо это армяне-азербайджане, я не знаю. Китсур, давайте подождем какое-то время, сейчас я запись остановлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...